Этот необычный арт-объект привлек внимание не только районной общественности, но и мировой. Ученики и преподаватели Ломоносовской школы номер 5 в сельском поселении Успенская создали гигантский мозаичный портрет выдающегося русского ученого. В год 305-летия со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова мы провели мозговой штурм со школьниками, собрали их, поставили задачу, как сделать так, чтобы празднование 305-летия было значимым для как можно большего количества человек. Ну, ребята, конечно же, максималисты, они сказали, а давайте всему миру это покажем. Уникальность проекта заключается в том, что бумажная композиция состоит из более 332 тысяч мозаичных ячеек разных оттенков серого. В каждый квадрат размером 3 на 3 сантиметра вписано одно учебное понятие из какой-либо научной дисциплины. В поиске и сборе аксиум принимали участие ученики и учителя со всей России в течение нескольких месяцев. Треть миллиона понятий, как их собрать? Ну, конечно же, создали сайт, на сайте разместили описание. В результате этого проекта ученики, школьники и учителя всей страны приняли участие. Свыше 27 тысяч школьников и учителей прислали сюда, на сайт прислали учебные понятия. В свое время Михаил Васильевич Ломоносов серьезно заинтересовался мозаичным искусством. Он был первым в России человеком, который начал осваивать технику мозаичного набора. Ломоносов создал такие шедевры, как полотно «Полтавская баталия», портреты Петра I и Екатерины II. Этот факт из жизни великого ученого натолкнул учителей и учеников на создание чего-то близкого к мозаике, но на современный лад. За техническую часть взялся старшеклассник Ломоносовской школы, разработав специальную компьютерную программу. Мне, признаю честно, было очень сложно, но также интересно поучаствовать в этом проекте с той точки зрения, что мной была написана программа, которая разбила это огромное изображение на маленькие фрагменты. И также мы придумали алгоритм, по которому вписывать эти понятия в такие маленькие клеточки. То есть, как рассчитать именно оттенок серого, который максимально бы подходил к финальному изображению. Даже самые маленькие ломоносовцы к делу подошли со всей ответственностью. Оно и понятно, ведь на кону стояла регистрация рекорда и занесение его в Книгу рекордов Гиннесса. Сначала мы вводили понятия на специальном сайте. Потом мы все делали вот эти вот квадратики, мы туда приклеивали эти понятия. Потом мы клеили эти понятия на квадраты. Их было ровно 305, потому что столько лет исполнялось Михаила Васильевича Ломоносова. И потом мы собирали мозаику. В течение нескольких часов мозаичный портрет Михаила Ломоносова тщательно изучался независимыми экспертами и представителями Книги рекордов Гиннесса. После всех проведенных измерений в сопровождении кадастрового инженера и независимых экспертов я счастлива объявить, что рекорд официально установлен и окончательный размер текстового коллажа составил 306,5 квадратных метров. Учителя вместе с воспитанниками Ломоносовской школы регулярно придумывают и воплощают инициативы, связанные с ученым-естествоиспытателем мирового значения. Они уверены, что такие проекты необходимы и очень важны. Задумка была научного руководителя. Это тот человек, который продвигает школу, который своими идеями дает нам возможность развиваться, быть в тренде современных тенденций. И задумка была связана с тем, что федеральные государственные стандарты диктуют сейчас школам задачу, ставят очень серьезную, развивать понятийный аппарат учеников. А инструмент, как это делается, собственно, остается на откупе каждой школы. Все очень ждали, получится ли у нас реально в жизни такой портрет. И он получился. Мы все безумно счастливы. Эта работа, конечно, очень сплотила всю школу, всех ломоносовцев. Теперь ученикам точно есть чем гордиться. Ведь каждый воспитанник школы принял участие в этом кропотливом и увлекательном процессе, чтобы воссоздать мозаичный портрет под названием «Ломоносов-305». Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...